здравствуйте 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 сегодня 15 февраля 2016 года канал артподготовка программа плохие новости я вячеслав мальц со мной студии ильнур байрамов дмитрий игнатьев у нас прямой эфир вещаем из саратова с волги из россии до новой исторической эпохи осталось 629 дней так что вроде эфир пошел у нас тут вчера вот я пометил для себя встретил людей ну двух парней которые уверяли меня что если фсб и менты узнают как формируются тарифы они обязательно возбудят дело и вмешаются в эту ситуацию меня это очень сильно порадовало в худшем в самом лучшем случае они просто в долю захотят но я думаю что они там уже есть крепко сидят до так еще я пометил в общем давай тогда там дальше дим ты ведешь да ну давайте сборная монголии избила украинцев на матче чемпионат мира по хоккею с мячом да такая вот интересная новость видео смотрели как-то украинцы спокойно себя вели в общем-то молодцы и у нас таких новостей много будет я тогда их сам сейчас оглашу двое мужчин скончались на забеге лыжня россии вообще этот забег удивительно так сказать собирать такой урожай из трупов каждый год кто-то помирает вот двое один оба с урала да один из нижнего тагилы работал на уралвагонзаводе и как раз показывают кадры как уралвагонзавод протестует против маленьких против массовых увольнений маленьких против увольнений большие но значит вот уралвагонзавод протестует сразу вспоминается 12 ульев помнишь это что же вы любители больших шахматных ощущений не бьете своего гроссмейстера да что же вы с уралвагонзавода не едете подавлять протесты они же там кричали в камеру там владимир владимирович вы нас позовите вот он вас позвал позвал сказал идите сюда а теперь идите отсюда вот так и вот для себя записал они подавлять протесты хотели приехать в москву как только вас всех вышвырнут с работы так сразу и подавляйте протест внутри себя вот и вот выселяемый из квартиры нодовец тоже там путину написал письмо про это что провайдан что надо с коррупцией бороться там вот представьте какие у головах у этих нодовцев мне кажется конченые придурки вот он этот придурок переплывал реку опи с огромным флагом в россии в честь 62-летия президента россии владимира путина бля чё в голове у человека от этого россии хорошо стало что он с каким-то триколором там плыл кому от этого хорошо вообще стало ты говоришь у нодовца там у какого-то ларек снесли да он это в майке с путиным стоял а у него ларек сносили ну так видишь как не повезло нодовцу майк с путиным и чё сел в машину на которой было написано чё на берлин и уехал смотреть вату тв ну ладно пусть продолжает а вот тот сотрудник уралвагонзавода я чё-то сомневаюсь что он своим ходом туда пришел то есть загнали скорее всего загнали этот человек в пресмертном состоянии может сердцем плохо чё чтобы был вынужден этой фигней заниматься а мы поговорим сегодня еще об этом у нас что же лыжня-то прошла конечно тут загоняют всех в огромных количествах вот тут эти нодовцы на Касьянова напали там видео какое-то закрыли его куда-то что-то на Касьянову постоянно они уже стали нападать жуть какая-то происходит тренд даже пришлось в Нижнем Новгороде отменить встречу с потенциальными так сказать избирателями сторонниками нет не понимаю почему те люди которые приглашают Касьянова они не могут ему безопасности обеспечить если пригласим я думаю да я думаю если бы он приехал в саратов ни одна сволочь бы не подошла вот в рай в диаметре в радиусе километра ни одной сволочи не было если бы была то ее потом уже не было поэтому милости просим Михаил Михайлович мы обещаем что здесь ни один нодовец даже вот за километр не подойдет а если подойдет то мы вам его дадим подержать за уши да вот про лыжню России мы начали вот там собрала рекордное количество участников в Саратове 20 тысяч человек согнали представляешь многих работников муниципалитетов областной власти в четыре часа туда отправили и даже не накормили горячей пищей они до вечера там сидели в советский период если бы такое было бы оторвали яйца бы сразу прям нет горячей пищи все голубчик иди сюда дальше вот тут а губернатору на лыжне подарили плюшевого вуау нет это 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 не та фотографии сейчас я найду где она фотографии где ему подарили вот он такой ему плюшевого волка подарили но это с там волки плюшевые такие очень очень это конечно теперь будет с кем спать забавно вот еще там же на лыжне но это надо обязательно смотреть радаев поднял бревно весом 40 килограмм представляете как вот покажут как он поднимать 40 килограмм подчеркиваю я одной рукой 32 поднимаю он 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 обосрался и два богатыря ему еще помогают 40 килограмм поднять это это очень смешно конечно это просто вообще ну я я конечно не 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 богатырь да у меня там в армии товарищ был миша даутов который 90 килограмм штангу поднимал одной рукой ну тут конечно можно поаплодировать когда она даже вот если как-то ты не можешь проявить себя круто да то лучше не проявлять себя как как вообще не пойми кто ему вот подарили 7 килограммовый каравай вот этот каравай видите больше половину в половину радаево как вы думаете что сделал радаев с этим караваем он подарил от пятилетней девочки 7 килограмм каравай вот этой вот малютки подарили я думаю чуть не задавил этим караваем это это безумство как волка оставил себе представляешь да волка оставил себе этот парадокс чего человек в голове вот и сказал возьми родная ешь на здоровье мама этой лера отметила что в семье хватит с хлеба теперь надолго главное чтобы в нем не было крысы да и главное мой братец где-то чего он девочки бревно не вручил мог быть бревно вручить да вот потом еще нам сообщили интересности вот он там проводит гонки какие-то лыжные да вот фокт на текст стекло а отапливают дровами оказывается можете представить то есть отказались от газа потому что это дорого отапливают дровами я вам скажу это первый плавательный бассейн внутри которого могут сгореть люди прям вот в бассейне это будет парадокс интересно еще полгода назад отобрали придомовую территорию этого фока сейчас там стоят ларьки и половину парковки сделала причем не прокуратура ленинского района не администрация города вообще никак не реагирует все законно потому что сделали те кому положено если бы те кому не положено их всех бы выгнали а кто положено азербайджанец который недавно приехал и только после лишней встречи они там перестали как безобразие пишут звук громче ну наверно надо микрофонный коктейль нормальный звук да вот пишет кто дал радаеву кличку рыдаев я дал я всегда когда сидел в президент смотрю в зал там такое ощущение что человек плачет я как-то спрашивал кто это такой радаев ну так у меня вот он радаевым и получился да так что так я напоминаю что-то он сказал что что разработанная у нас саратовская модель здравоохранения ставит основной для разработки всероссийской региональной модели здравоохранения и говорю о том что случилось вот женщина пошла сдавать кровь на гормон щитовидной железы